МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон двухколесного транспорта официально объявлен открытым. Заждавшиеся своего звездного часа скутеры, байки и чоперы вырвались из гаражей. Любители рассекать по ночному городу на своих железных конях неимоверно рады сухому асфальту и ощущению, как они любят выражаться, свободы. А вместе с тем уже начали поступать сообщения об авариях с участием скутеристов. Сотрудники госавтоинспекции ведут активную работу по выявлению нарушений правил дорожного движения в этой сфере. Особое внимание они уделяют несовершеннолетним лихачам и тем, кто не имеет прав на управление двухколесным транспортным средством. На территории Рязанской области за 2014 год произошло 294 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств, в которых 19 человек погибло и 284 получили травмы различной степени тяжести. За 2015 год произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, 2 человека погибло и 9 человек получили травмы. Период летних каникул сопровождается ростом дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Аварийность на дорогах с наступлением теплого времени года увеличивается в большей степени из-за появления на оживленных трассах юных водителей мопедов и скутеров. Наиболее часто аварии совершают несовершеннолетние, у которых нет ни водительского удостоверения, ни опыта управления мототранспортом. Скутер, мопед и даже велосипед – это настоящие транспортные средства, и аварии с их участием зачастую приводят к самым печальным последствиям. Тот же скутер или мопед менее устойчив на дороге, чем автомобиль, а значит, его водитель менее защищен. В наше время довольно часто управляют скутером подростки. Ребята садятся за руль, абсолютно не зная правил дорожного движения. Они лихачат на оживленных городских или скрасных загородных трассах. Родители, делая ребенку дорогой подарок, часто не задумываются о последствиях. Между тем, они ставят под угрозу здоровье и жизнь собственных детей. Летние каникулы тем и опасны, что дети и подростки длительное время предоставлены сами себе. Взрослым довольно проблематично предотвратить трагедию, когда ребенок находится вдали от их глаз – за городом, на даче или в деревне. У закона послушных автомобилистов уже давно сложился определенный стереотип. Водитель скутера – это подросток, не соблюдающий правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД справедливо полагают, что количество колес значения не имеет. Владельцы мотоциклов и скутеров должны соблюдать правила наравне с другими участниками движения. Однако в большинстве случаев у многих юных гонщиков желание прокатиться с ветерком идет вразрез со здравым смыслом. Об этом свидетельствует печальная статистика аварий с их участием. Анализ аварийности показывает – количество ДТП с участием мопедов и скутеров бьет все мыслимые рекорды. Каждый год в России продается больше ста тысяч скутеров и все больше безбашенных водителей появляется на наших дорогах. Чтобы переломить ситуацию, усилий госавтоинспекции недостаточно. В процессе должны участвовать и родители, и учителя, и законодатели. 14-летний школьник, управляя скутером «Ирбис», совершил наезд на 6-летнего ребенка, который гулял в своем дворе без сопровождения взрослых. После чего скутер совершил наезд на припаркованный автомобиль «Шевроле». В результате ДТП 6-летний мальчик с переломом костей таза, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами был доставлен в больницу и госпитализирован. Подросток катался на скутере своего товарища. Он находился на транспортном средстве без мотошлема. Как поясняет юный водитель, ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованного транспортного средства. Подросток резко начал тормозить, пытаясь уйти в сторону, однако наезда избежать не удалось. Сам водитель, перелетев через руль мопеда, упал. Травмы ему удалось избежать. Мотоциклы, скутеры и мопеды – это транспортные средства, которые стали очень популярны среди молодежи. Важно помнить, что с 2013 года в России официально введена категория М, и ездить на подобных транспортных средствах можно лишь при наличии водительского удостоверения. Многие из нас помнят эти времена. Пришедшее к нам практически новое средство передвижения – скутер. Доселе малоизвестное – в советские времена было встречено на ура. Фактически оно приравнивалось к мопеду, а на мопеды водительских прав не требовалось. Не требовалось по многим причинам. Во-первых, мопедов было не так много. Во-вторых, дорожная обстановка позволяла передвигаться на них без особых осложнений. В-третьих, доступные мопеды были далеко не всем, тем более не каждому подростку, что в наше время не актуально. Но, исходя из современных реалий, пришло время что-то менять. Они ездят по встречке, маневрируют между автомобилями, игнорируют сигналы светофора и правила безопасной перевозки пассажиров. Перечислить все виды нарушений, совершаемых скутеристами на постоянной основе, практически невозможно. Да и всегда найдутся оригиналы. И все это банальная халатность, незнание правил, отсутствие должной воспитательной работы. На мототранспортные средства, объем двигателей которых не превышает 50 кубических сантиметров, необходимы водительского удостоверения с категорией М. От 50 кубических сантиметров до 125 кубических сантиметров категория А1. Свыше 125 кубических сантиметров категория А. При этом получить права категории А возможно только с 18-летнего возраста. Права категории М и категории А1 возможно получить с 16 лет. Фактически при управлении мопедом не требовалось иметь водительское удостоверение. А если нет прав, то, как ни странно, и обязанности тоже предусмотрены в ограниченном объеме. Но отныне, с конца прошлого года, согласно утвержденному закону, мопед имеет другое определение. Причем оно существует не только формально, на бумаге, но и в действительности, и предписывает новые обязанности для водителей. Родители детей, не достиг 16 лет, зачастую пренебрегают правила дорожного движения и покупают своим детям такое транспортное средство, как мопед. И несовершеннолетние, не изучив правила дорожного движения, садятся за руль и подвергают как свою жизнь, так и жизнь окружающих опасности. В случае управления мопедом лицом, не достигшим 16-летнего возраста, к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетнего. Если раньше водителю мопеда или скутера за любое нарушение правил грозил только административный штраф в размере 800 рублей, а если нарушение совершено в пьяном состоянии от 1000 до 1500, то теперь он несет ответственность за все нарушения правил на общих основаниях. Так, например, он может быть наказан за выезд на встречную полосу штрафом в 5000 рублей или лишение прав управления на срок от 4 до 6 месяцев. За управление мопедом или скутером без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А управление в состоянии опьянения влечет за собой лишение на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч. Все как у взрослых. На сегодняшний день перед большинством водителей, а в частности перед лицами, не достигшими совершеннолетия, встает вопрос о необходимости получения прав для возможного управления мопедом. Этот молодой человек был задержан сотрудниками госавтоинспекции для проверки документов, которых, как уже понятно, у него не оказалось. 15 апреля на улице Зубковой города Рязани был сомновлен 18-летний водитель скутера марки «Стелс». При проверке документов у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения с категорией «М», разрешающего ему управлять данным видом транспортного средства. После составления административного материала скутер был доставлен в специализированную стоянку. Молодому человеку за управление транспортным средством, не имея права управления, грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Скутеры эвакуировали на штрафстоянку, паренька депримировали. И сколько таких орлов летает по нашему городу? Какую управу на них можно найти? Все дело в преемственности. Пока мы сами нарушаем, нарушают и наши дети. Мы сами воспитали поколение разгильдяев, не понимающих всей серьезности этой проблемы, всей своей ответственности. Человеком нужно быть. И неважно, есть тебе 18 или нет. Субтитры создавал DimaTorzok